дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фиген live мы проводим очередной эфир сегодня у нас уже пятница 27 января и время как обычно 22 часа в киеве 23 4 минуты в москве чуть задержались приносим извинения тем не менее сегодня будем обсуждать день 337 7 рисующего алексей приветствую добрый вечер ну нас уже 116 тысяч смотрит больше 26000 поставить как обычно я прошу наших зрителей подписываться на канал фиген live на канал алексей арестович в цене к этому видео по имени алексей арестович может проходить подписываться там обязательно распространяйте ссылки на этот эфир к нам может быть еще кто-то присоединится пятницу но тем не менее ждем что вы поможете нам увеличить таким образом число просмотров наших эфиров ну что тогда начнем с главной новости я думаю ее уже спустя там два дня можно обсудить уже как окончательно состоявшиеся с реакциями со всеми и так далее относительно поставок американских танков танков леопард и собственно британских челленджер вот реакция москвы оцени пожалуйста там ведь и от того что они теперь окончательно считают вовлекшимися в войну странами надо ну понятно сша понятно значит британия там европейские страны и рассматривает именно таким образом дальнейший ход событий и тому подобное на твой взгляд как ты это принимаешь является ли это предлогом для москвы для дальнейшей эскалации именно в отношении западных украина куда еще дальше эскалирует поговорим оба давайте по порядку оценки чего-нибудь стоит когда за ними следует 10 западают оценкам где он действия соответствующие предпринимает украина дает оценки предпринимать соответствующие действия что стоит за это оценка вот нато и сша вовлечены в войну с россией что дальше но они же грозят они же пытаются изобразить что что они будут делать они будут делать ну и не знаю они будут дальше грозить все на этом все но 101 китайское предупреждение китай уже давно себя ведет не так поэтому это пустые слова которые можно совершенно не обращать это что-то типа между полемика между привоженным и стрелковым тут уже ни о чем и чем не закончится который сейчас развиваю развивается в русскоязычном так просто маленький у меня уже я тут перебираюсь со стороны в страну у меня ошибка произошла 7 четверг 26 я поэтому обращайте внимание это бывает такое ну прямой эфир как вы хотите вот у вас еще четверг а у меня уже пятница так что будем считать так поэтому мы продолжим извини что я перебил можно дальше но сегодня налет это одна из главных новостей для украины по заявлению заложенного командующего запущены 55 ракет из них были 47 крылатых 20 в районе столицы прямо на киев или на киевскую область в период управляем ракетой xpc-9 дпп в острове они предназначены для борьбы с пау конечно теоретически можно и в электростанцию отправить три из них тоже сбили всего погибло это по состоянию на 11 часов вернее на 15 часов по представителю гсчс хоруджи 11 погибли 11 получили ранее в результате сегодняшний подарок актуально на 15 часов возможно изменилось новые данные пока не вот ну шахиды были вчера ночью сегодня ракеты по заявлению министра министра энергетики наиболейшие проблемы в одесской венецкой и киевской областях с кратковременным включением светом вот так успел сообщить что возвращаться к плановым плановой подачи света поэтому эффект можно оценить по разу я думаю что не тот который ожидал страны применял эту ситуацию этот обстрел так но ты полагаешь потому что я видел оценки по количеству сбитых ракет системы пво при всей при щекотливости для нашего диалога этого вопроса тем не менее ты полагаешь что это возрастает точность эффективность средств праву пво который считает территорию украины чего щекотливость нужно процентах посчитать 47 на 100 и делим на 85 процентов это высокий показатель потому что средний где-то 75-85 но сегодня 80 возрастать сложно сказать нет у нас пока устойчивого графика в котором стабильно 85 или больше 80 всякая в этот раз я к тому что вот западные средства эти насамсы айрисы и так далее действительно прошло уже какое-то время после поставок ранения не крайне эффективно неоднократно заявлял президент и министр обороны что 12 пусков 12 попадает но президент вроде как нет он говорил что все 100 100 процентов эффективности я точно не помню но министр обороны говорил 20 пусков 20 попадает 12 пусков 12 попадает это очень эффективная система другое дело что понимаешь есть нелинейная зависимость сам факт наличия систем пво которая 100 процентов попадает почти 100 процентов это не значит они должны оказаться в нужном месте в нужное время это должна сработать разведка анализ запуск во вторых противник постоянно меняет приемные способы хотя ограничивать меня и там и тактики очень много зависит попали на поэтому сегодня высокий процент на этом нужно радоваться но один из этой дешевых у нас от раненых это я думаю это чудовищно каждый раз то одно и то же ну вот смотри давай теперь по карте посмотрим потому что давай уже с танками закончим если вот речь о танках что что такое такие западные как это нам нужно оценить леопард 2 это основной танк нато челленджер и абрамс это основные танки бекта великой британии соединенных штатов основной танк нато в большинство стран нато вооружены леопард значит даже если не брать все остальное только здесь систему управления огнем леопард различает цели типа танк бмп ночью с пяти тысяч с пяти тысяч метров а уверенно поражает 2 800 ночью система управления огня совершенно и далеко превосходит возможности самых современных российских танков их систем управления огня понятно что на ночной дуэли кто будет побеждать дневной ночной леопард леопард а вот теперь представим танковый батальон который ночью пошел где-то контратаку на каком-то направлении это все это оружие меняющие правила игры на конкретном участке если будет бригада или два батальона или три а по судя по всему будет по что только американцы дают батальон то же самое абрамс то же самое челленджер то как бы это второе после химарсов радикально меняющие игру на поле боя но смысле уже наступательным потенциалом на земле оружие это очень хорошая история с нетерпением что суды по разным заявлениям таких танков может быть там читают от 80 до 120 читать и танковая бригада полноценно разные страны заявили норвегия испания и так далее и я думаю когда они приедут а наверно это непростая ситуация поставить их как сэе подразделение с новой тактика интегрированного в систему введения боевых действий украины но нам я думаю с куриным темпами к апрелю можно справиться и это будет фактор который способен поменять ситуацию радикально на любом участке фронта при любом соотношении сестра оружие меняющие правила в нашу пользу в радикал ну вот мы с этого начали там в общем в москве то истерика разных ракурсах на и говорят разное но это все заявление в основном направлены на эскалацию общую тем чтобы смотрим реальные возможности этой эскалации какие вот чем они будут эскалировать эти добрые люди я хотел не понять бить по территории нато дальше супер ударить по мостам как они страшно раза нам рассказывать напоминаю сколько выраженные сил украины боролись с антоновским мостом а ведь били не российские грандулеты химарсы которых точность попадания как швейной машинки уже видели все это это заняло несколько месяцев на чем мы говорим какие-то мосты что еще по железнодорожным составом получать это меня разрушена два этажа банковый дальше что кроме нашего ответа возможности у нас есть и они значительно поэтому что ничего просто ничего я другого обсудить а слышал ли ты два выступления путина подряд на прошлой неделе на между ними была небольшая небольшая но принципиальнейшая разница вообще радикальная разница кто внимательно слушал я я был у меня ложка застыла я за обедом слушал поднося как то первый раз он сказал неделю назад он сказал примерно следующий наша задача говорит он защитить территории для нас так называемых ланр на них готовилась подлое нападение вот мы наступили за русские земли русских людей а на этой неделе он сказал интересную штуку он сказал нам угрожали нашим интересом сопредельных территорий исторически наших территорий мы вынуждены были вмешаться в чем разница разница принципиально территория лнр и днр так называемых которые луганско-донинская область это измеряемое это можно достичь и когда ты нужно достичь и тогда ты можешь рассчитаться когда говорят интересы и интересы это значит остановка войны в любой момент когда захотелось потому что эти можно в любой момент можно сказать то все наши интересы защищены все хочу такая смена риторики а и у меня есть мнение мнение это заключается в том гипотезу версию я излагаю что возвращение лапина возвращение герасимова вернее постановка герасимова на воинский учет как старшего воинского начальника означает следующее путин на 12 месяца войны наконец-то начал слушать войну эти военные популярные мы объяснили что в исполнении ваших хотелок силе освобождение луганской донецкой области нереально даже наличными силами даже с водом в бой резервов всего остального чем можем сделать можем выйти попытаться на рубеж константиновка константиновка север-юг трассу оставить за спиной и честно как вводное сооружение которые питают донецк донецкую область водой там у них проблемы сначала и это все встать в оборону и торгуетесь на здоровье вот это я в принципе сосредоточив все силы и был силы и бросил мобилизованы я могу еще где-то попытаться как-то реализовать владимир владимирович все остальное абсолютно верю и риторика начала меняться стремительно потому что интересы это неизмеримая вещь не аналитическая нельзя выразить в цифрах нельзя выразить метрах в административных границах надо просто какие-то интересы какие-то интересы может быть за секунду закончен сказать вот мы все на этом этапе мы выполнили наши интереса как ты проверишь выполнили никак объявила государства что интересы защитил и все а это принципиальные изменения это знаете ли резкое поскромнение это знаете ли понимание что хотелки надо укорачивать и входить переговорную позицию безусловно все эти российские потуги это просто попытка создать более усиленную переговорную позицию это такое начало торгу принятия и торговли уже в каком-то смысле меня эти слова поразили до глубины души я так сразу по ушки на макушке интерес ничего конкретно выраженного нет в любой момент можно заканчивать это означает что они сообразили в россии всегда было плохо с переводом военных целей политическую политических военных они наконец-то послушали военно и военные релисты на объяснение чего не могут а чего не могут соответственно политические хотелки надо уменьшить вот отсюда переговорная позиция базовая которая неформально обсуждается в этом сми и всяких инсайдах что типа оккупированной области и тогда переговоры с российской стороны она вообще призрачно повисает в воздухе потому что ну куда там до херсонскую и запорожскую есть если не уверены уже в луганской донецкой как-то так мы уже 14 минут в эфире я сразу хочу сказать зрителям что у нас может прыгать связь поскольку алексей там тоже не все просто со связью в киеве что касается меня прекратите худеть я ни в какой не грузии таскать дня встречи с этим на другом континенте так что все нормально не падись значит нас мой 286 тысяч 76 тысяч лайков поставили ну и мы продолжаем давай все-таки карту посмотрим потому что сейчас карту дело в том что все-таки многие констатирует и президент зеленский об этом сказал что в общем на на восточном фланге фронта пришедшим в движение москва двигается то есть российские войска все таки двигаются по фронту и мы видим это общее движение считаешь ли ты что это именно и есть уже начало вот той самой наступать операции это подготовительное действие с моей точки зрения на начало наступательной операции я думаю что еще месяцок судя по движению но какие-то тактические движения для улучшения своего положения для проверки что мы можем чего мы не можем для сковывания наших сил да это это можно сказать так дело в том что российская армия занимает крайне невыгодную территорию для обороны очень выгодно для наступления крайне невыгодно для обороны почему для наступления поверена потому что тут бьешь центр условно говоря на днепр с флангов и типа ты молодец но что и всех там окружил но для этого нужно иметь силы сил нет и возможностями если ты солидар берешь пять месяцев то куда там ведь там на стратегическое окружение значит остаются один два варианта либо стать в обороне нельзя путин требует политические цели значит медленным прогрызанием типа как у солидара пытаемся двигаться вперед пытаются двигаться вперед и вместо стратегических окружений у них еле-еле попытка охватить бахмут еле-еле попытка охватить агдеевку и что-то там двигаться в сторону лимана но не очень получается это имеет 300 30 тысяч войск на территории нашей это скверная история потому что когда ты можешь вести интенсивные боевые действия из тысяча трехсот километров внутреннего фронта на 80 это очень скверность очень начали движение достаточно тяжело напряженные тактические бои на углядах достаточно напряженные тактические бои в районе донецкого аэропорта опытный водяной спартак достаточно тяжелые бои на северной агдеевке с попыткой охватить флангов окружить и так далее к по-прежнему очень напряженно южнее бахмута самом бахмуте северный бахмут то же самое попытки двигаться на лиман продолжается отражается наша вооруженная сила но и злые языки утверждают что наши агребут наступают к криминной в одном месте даже мы наступаем на запорожском направлении какие-то действия на на юне орехова но эти действия всегда и по отдельности и совокупно никак нельзя называть большим наступлением не даже серьезной подготовки к нему это прощупывание либо выполнение ранее доставленной задачи большое наступление это когда массы войск пришли в движение ну для сравнения тут же углидар по сообщениям самой российской стороны когда говорят бригада 40 и 175 этих океанского флота надо понимать что там две роты и здесь дерут ты даже не батальон поэтому назвать это наступлением никак нельзя наступательное действие до на тактическом уровне активное действие до штурмовые действия до но не наступли понятно что солдату в конкретном окопе когда на него плет противник ему все равно большое это наступление либо маленькое наступление он стоит и должен стоять очень тяжелых условиях но с точки зрения у стратегического уровня анонсируемых там страшно больших наступлений это не наступление то есть даже не подготовка к такому даже не подготовлю не подготовка это тактические действия на на конкретном местном уровне имеющие свои задачи в том числе оперативно тактические задачи типа окружения бахмута типа окружения в девки так далее там возможно развить успеха до формируются резервы перегруппироваться глубине весь интерь всю интригу ведут их в бой или нет как и в каком варианте но пока нет ничего такого нельзя назвать это наступлением когда будет наступление мы сразу об этом скажем вот это наступлю но пока не наступлю а вот эти победные реляции что они чуть ли не на окраинах угледара уже воюет такая что такое победная реляция ну они прошли на тактическую глубину до представим что это правда представим что они сказали в какой-то веке правду прошли они два километра в чем тут победная реальность тактическая гудина ты не о чем как прошли так и выбьют обратно но тут такое или остановят там же это не серьезно если мы это сравниваем с заявлениями о большом наступлении вообще несопоставимой величины на тактическом уровне конкретному украинскому солдату на взводный бордопункт которого пришлось пришелся главный удар пусть даже двух рот противника конечно не это как это это он там стоит насмерть и это в чистом виде подвиг просто его нахождение там я уже не говорю введение боевые есть что большое наступление что небольшое должен останавливать роту противника будущее в меньшинстве это но с точки зрения сравнения заявлено цели и накручено бы как большого наступления и вот этих действий это точно небольшое наступление ясно мы 20 минут в эфире и 310 тысяч нас смотрит 88 уже поставили лайки мы продолжим есть достаточно вот смотри я думаю что вот на это надо обратить внимание сегодня ты знаешь новые пакеты санкции огласили соединенные штаты в отношении вагнер чувака так называемый вагнер транснациональной криминальной организации из этого много чего вытекает естественно там блокируется на самом деле ряд активов компании связанных с чего к вагнер с самим пригожиным но и компании которые но они возможно притворные какие-то они принадлежат российских служб я не исключаю это по перевозке авиационные компании там какие-то в уае в дубаях значит находятся какие-то российские компании ну в общем как бы по всей инфраструктуре идет движение но помимо прочего там такой президент татарстана миниханов попал в списке другие лица мантру в этот пресловутый но вот по поводу все-таки пригожного смотри я потом объясню почему это очень интересно сша вот тут пишут в пабликах начали борьбу с чего к вагнер в день привели признает компания транснационная криминальной организации внесет санкционный список это понятно также под санкции попала компания charter green light москву оказывающая авиатранспортные услуги для наемников фирма африка политологи которая в интересах пригожно пытается уменьшить присутствие западных стран в африке компании prime security and development и какая-то села security сервис специализируется на добыче золотой алмазовца чем мы там ко всему этому имеет отношение естественно пригожим а вот эротех который предоставляет вагнеру спутниковые снимки китайская анкшот я не спейс-сайенс антихолога пресочинститут самолеты авиадетали на следующем еще не станции базирую сего и авиакомпания крытого вейшин ритейшин которая все перевозки для чего к вагнер в царь ливии мали ну и так далее то есть вот многие же ждали что американцы признают и террористическая помнишь это обсуждение было нет покрепче было бы ставку прямо скажем а здесь ограничились всего лишь признанием транснациональные вот этой криминальной организации не знаю как коза ностра как какие-то подобные же организации типа мексиканских наркокартелей или же картели колумбийских то есть это в общем более сниженный статус это не террористическая организация понятно что методы борьбы с ней они не будут более гуманными особенно но все-таки сша не решились признать ее террористической какой здесь смысл над войско как тебе представляется алексей ты нас слышишь да 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 вот просто дам так вот во первых нет никаких гарантий алло слышно алексей у нас малость подвисает к сожалению потому что в киеве были обстрелы со связью не очень хорошо ясно у нас со связью все хорошо наоборот там где я сейчас все замечательно связь но судно в этом да я если связь устойчиво все хорошо работать так вот что я хотел сказать у меня контроль идет на мобильной связи на телефоне не в этом дело дело в том что какая раньше у кого виснет виснет и виснет развисло и развисло хорошо значит во первых нет никаких гарантий что этот статус не будет усиливать до террористического во вторых я не знаю какие законы американского законодательства следует непосредственно следствие в случае объявления организации террористической зато знаю что бывает если этот статус криминальный это означает что и мне их ни разу вас забанили а теперь будут преследовать преследовать каждая транзакция каждая попытка дернуться будет непосредственно она она под финансово мониторингом соединенных штатов со всеми вытекающими выводами и всем остальным а попасть под финмониторинг штатов это удовольствие сильным ниже среднего особенно если ты действуешь не на территории российской федерации а действуешь например в африке в той же или в других местах потому что американская система финмониторинга устроена просто любое движение хоть одного центра сразу становится понятно и известно они все под контроль в результате у них возникнут очень сложные большие проблемы в зонах традиционного действия там африка центрально-африканская республика мали и значит ремешок на шее затянется чуть чуть больше безусловно они не прекратят свое существование от этого но знаете ли могут начать возникнуть возникать вопросы и возникает ко всем их контрагент во всех сферах даже если они берут абсолютно мирную компанию просят перевести четыре ящика 8 человек гражданские компания не подозревает же этого компания попадает под большую раздачу правительство стран с которыми они взаимодействуют тоже центрально-африканская тоже мали и так далее мали у них никто знаете ли совсем другая история это не гражданская компания которая четыре ящика переводит у них международные счета корреспондентские правильно экспорт и импорт и так далее спрашивают такой вот группировка имеете дел на которой мы так пристально следим а вот тогда эти правительства должны будет выбирать или вагнер или ссора с америкой на уровне блокировки счетов и препятствия неэкономической экспортной импортной деятельности вот это уже совсем другая история то есть их зажимают ужимают и когда будет нужно зажмут они перейдут на черные серые схемы это меньше легализация то бочки больше издержки издержки сложнее транзакции что там с продажа тех алмазов незаконно вырученных и всего-то всего остального тоже много вопроса возникает мы не можем оценить все последствия но мы можем сказать что гораздо сложнее станет вести свои дела до какой степени неизвестно но уже хорошо а кроме того это преследование всех всех ассоциированных лиц или всех членов этой организации и это очень хорошо так вот дернулся куда-то в отпуск а тут раз иди сюда попытался прилететь на контракт где-то иди сюда еще что-нибудь женой с детьми попытался выехать иди сюда попытался с кем-то заключить какую-то сделку иди сюда причем это и те кто с тобой сделку класс по моему отлично ну вот смотри в продолжение темы у пригожина если считать что это плохо складывающие дела но и внутри россии у него не блестяще он сейчас попал в новую перепалку теперь с гиркиным вот ну как обычно ты кто такой иди воюй да я готов а ты мне дай заключил контракт он же ввязался рогозин который значит сказал гиркину давай давай хорош чесать языком тот ему ответил если я и пойду воевать составе оркестра то уж твое мнение об этом меня интересует меньше чем совсем ну то есть такое ощущение что их всех переводят в разряд ну понятно где находился и гиркин и рогозин но и пригожин спускается на уровень такого городского булку на потому что он на всех прыгает он со всеми значит ссориться и в общем фраза пескова о том что киев но видимо ты лично готовит устранение пригожина это как многие расценили некая анонс некое объявление о предстоящей смерти за как ударим а драматург замечательный вот объявленная смерть такая и уже пригожина вроде как уже практически закопали я имею ввиду не буквально еще пока но до этого действовать совсем чуть-чуть и в общем все ложится в одну в одну такую линию которая ведет его как говорил ираневская из пизды в могилу вот так затяжной прыжок это жить ну вот он ближе ко второму поэтому как ты воспринимаешь и сколько ему даешь у него выхода нет в ситуации когда он объявлен персоном грата везде и теперь уже частично в россии то есть его изолируют последовательно от разных общественных групп и он проиграл аппаратную борьбу герасимов у него выхода нет как постоянно поднимать ставки это чисто вот уже такая по и по его университетом который он проходил свое время целых девять лет ну поднятие ставок она уже хорошо до тех пор показа со ставкой которые вы ставишь могут последовать реальные действия рано или поздно исчерпать он не может предложить реальные действия которые например способны были бы сокрушить генеральный штаб или кого-то кадыра или золото или фсб или кого угодно значит что значит нужно бросаться на второстепенных персонажей вот кто игорь иванович наш несчастный попал под этот самый под раздачу вся беда которого была то что он давал ужасающий правом за российской армии обзывал путина последними словами ну тут я за этим я посмотрел немножко за этим спором это когда дядя который пытается говорить в уголовных понятиях говорит с дядей который пытается белогвардейских понятий говорить но это такой постмодерный сюр цирк такой вполне соответствующий духу со времен россии который ну похож на принцип провинциальную комедию не очень высокого пошива всерьез это обсуждать ну какой смысл он развивали на стратегическую ситуацию это имеет смысл всерьез обсуждать как тенденция современной россии связано с тем же чем главой чувака вагнер и так далее какой-то момент он дали бы будет поднимать ставки и и поднимет так что он не в состоянии будет ответить либо он остановится остановка для него смерти потому что вся вся его стратегия это восходящая траектория народ начинает смотреть а на щек прет ему ничего не бывает он получает все больше и больше нужно до присоединиться правильно там можно счастье поискать а когда он остановился тогда он должен становиться либо частью системы у него должны быть там враги друзья союзники система противовеса места в общественной жизни российской федерации там да и прочее прочее либо что а это уже совсем другая история там надо институализироваться а человека напоминаю незаконное по российскому законодательству там надо что надо как-то соответствовать системы это всегда вторая на степень соблюдения законодательства они его поставил последовательное нарушение это надо это как-то там значит вот в любом случае проводить границы возможного а как только ты правил границы возможного что начнут делать все остальные зубатые товарищи в этой системе нужно пробовать в состоянии ли это как эти эти границы отстоять когда ты идешь по траектории экспансии но ты все время расширяешься ты все время приезжаешь своих противников реакциях как только ты остановился колесико начинает крутиться обратную сторону ты уже стоишь а тебя ты должен только охранять а тебя сколько взял сумел взять а тебя уже начинает пробовать на зуб да нет сумеешь охранить или нет ну и это испытание совсем другого рода тут надо иметь аппаратный вес тут надо иметь реальные силы надо иметь реальные возможности отвечает но он как бы если курсы если фсб начнет кусать то что он будет кто победит понятно чтобы поэтому остается полемика между стрелковым с участием рогозина тоже достаточно комический персонаж о чем вот о чем это полемик и ты блогер иди сюда покажи как ты воюешь так это же на этом уровне серьезный солидный менеджер не разговаривает о чем-то патрушев бы позвонился публичное пространство бы вышел и сказал знаешь что как бы стрелков а ну иди-ка ты повоишь тут могут а я вы неправильно обращайтесь комитаж генера полковник или генерал армии я убил офицер я требую чтобы но я сейчас на дуэль и так далее так далее поменем императора поменем александра павловича да и как это и что что о чем это все сколько ему осталось трудно сказать но то что да да дошел от штурма солидара и нападок на начальник генерального штаба дошел до нарезана гиркина мне это показывает что так остановились проиграли аппаратную борьбу поискали на кого же можно навалиться так на этого нельзя на это у стрелков да ну это еще полемика на ультра патриотическом фланге между том же из группы под группа они там делятся кто-то виноват как бы дает еще разборки такой русско специализированной общественной группе который называется ультра патриоты национал патриот которым относят себя и геркин он имперского толка и там пригожин он такого ауешно националистическая патриотического толка я бы сказал как как-то вот такой микс и они еще между собой там разбираются чисто фанатские клубы там кто лучше спартак или динамо знаешь все это такое примерно то же самое ну я думаю что после этого этой полемики димарша все серьезные люди в россии записали его несерьезные системно серьезные игроки посмотрим серьезно ты вот только что тут говорил о чем полемика трехмесячной давности дети олигархов должны служить высказывание федерального международного рынка ты там значит зеленского хвалил или ругал ты значит там нападал на начальника генерального штаба и горячо поддерживал кого своих своих которые на него нападают а теперь ты споришь третьим подстом подряд с геркин такой себя антикрест честно говоря очень очень стрел все как-то как-то уже все пузырь лопнувший какой-то документ есть же правило есть же правило пиар борьбы всей этой медине если ты должен отвечать только на запросы равного тебе пар друзья у нас у арестовича подвисание небольшое эфир у нас непростой тут есть проблемы со связью к сожалению а вот так что не обессудьте хоть мы 35 минут в эфире ну пару раз у нас таких было прошу почему фиген нервничает нервничает потому что технически у нас бывают такие проблемы ничего не поделаешь потому что таскать вай файл алексей подвисает меня более менее работает хотя напрягается очевидно совершенно так что мы сейчас ждем алексей что он к нам вернется и продолжим обсуждать тему если успеваем сейчас мы попробуем алексей снова завести я пока мы обсуждаем пока ждем алексея напоминаю что было бы совсем неплохо если бы вы подписались на канал фиген life так сейчас вот мне пишут что пока алексей нет не мог должен у нас уже практически 200 войне 2 миллиона 57000 практически 57000 подписчиков не хватает 3000 до 60 от вас зависит как быстро нам удастся набрать тоже распространить ссылки на этот эфир 328 почти 329 тысяч человек нас смотрят ну и почти 109 тысяч 109 тысяч поставили лайки спасибо друзья к сожалению вот мне говорят что никак мы алексей не можем поймать вот теперь что касается меня я действительно по делам встречаюсь с человеком с разными людьми я в одном месте завтра в другом но так обстоятельства политически используется переговоры приходится проводить на разных континентах и такое бывает так что по этому поводу нет смысла флудить так ну что же у нас к сожалению мы не можем дозвониться до алексей не по скайпу не по не по стримярду я еще одно объявление вам сейчас сделаю завтра мы будем обсуждать чувака вагнера с нашим гостем сергеем жирном который вы помните у нас не раз выступал но сейчас очень благодарная тема появилась связи с внесением чувака вагнер в международную криминальную сетевую организацию которое решение принято соответственно американскими органами вот и это повод это же обсудить что делает в африке сейчас чувака вагнер через призму традиционных стран постколониальных которые имели до вот этой активность чувака вагнер начиная там чуть позже чем с 14 года свое колоссальное присутствие центральной африканской республики и в малии конгреди других стран там где сейчас пытается а кое-где уже серьезно обосноваться чувака вагнер как говорится кто победит в столкновении между новым русским криминалитетом оформленным как военная организация и наследниками боба динара что называется от французского иностранного легиона и заканчивая заканчивая другими другими такими же структурами которые работают на африканском континенте в том числе и частные военные компании юаровские другие сейчас момент очень острый начнется ли война этих частных компаний за спинами которых безусловно стоят государства вот кто победит все это через контекст глобального противостояния запада и москвы посмотрим смотрите ну что сказать у нас почти 40 минут в эфире к сожалению алексей алексей у нас не нашелся не смог вернуться на связь могло произойти все что угодно там связь нестабильно поэтому мы перенесем до субботы сегодня четверг 26 января я думаю субботу все что не смогли обсудить обсудим так что не переживайте вот и подписывайтесь на канал ссылки на этот эфир размещать своих аккаунтов в социальных сетях и группах всем спасибо огромное дорогие друзья рад буду увидеть вас на и